Внимание, внимание, говорит, показывает RUHUB4, ну и стартура у нас решающая карта, третья карта матча Royal Never Give Up против Fnatic, ну и на прошлой карте, конечно, было нечто, у нас зрелище очень, ну, активная дота была, как тебе, понравилась игрушка? Да, очень даже, ну, то есть на удивление приятная игра, учитывая после того, как насколько плохо по макро действовали RNG, что они смогли собраться, именно по макро переиграли во второй, ну, этому стоит поучиться многим командам, вот так вот не теряться в плохих ситуациях, а просто тащить, чувствовать свою игру и добирать своих героев. Да, я полностью согласен, и как-то очень круто заметил то, что вот MP выбрался в билд не самые, наверное, адекватные, да, именно по стратегии у своей команды, через Raiden, через Midasic. То есть, да, если бы просто он собирался бы так и донес это до своей команды, они могли бы собирать менее быстрый темп выборов и так далее, то есть, и собирали бы немножко другие слоты, и не было бы вот такой ситуации, где ты должен подниматься здесь и сейчас, иначе у тебя противник, там, спектра будет с радиком и все прочее, а ты делаешь свой радик, хотя в АК мог купить там любые слоты абсолютно и быть способным драться на том этапе игры. Ну да, тот же условный армлетик, да, плюс Даггер. Ну да, то есть абсолютно что угодно, то есть, знаешь, там, вот этот армлет, Даггер, вот как ты тогда говоришь, в котором агонит, там, что угодно можно было собрать, и любой бы этот слот дал больше, чем просто денег, которые лежат в ожидании Сакрада. Да, полностью согласен, нужно было именно темповые, по темпу под свой коллектив набирать, ну, надеюсь, что... Да, и второе важное, пока, извини, перебил, пока просто помню, что ему как-то нужно было донести до команды, что без его ультимейта особо играть не стоит, и если противник идет и выбивать, то не фидить за это дело, а, ну, то есть, перетягивать больше героев, чтобы не было ситуации, где вы там даже три минуты холдитесь, потому что у вас мейнкор без возможности вернуться в драку. Да, полностью согласен, но у Ласпектра, да, вроде нам казалось, что не получится, так и у Ройлов, Ласпектру расфармить, ну, а в итоге, время появилось, опять же, ну, смотри, СВН плюс аппарат, увидели мы такое сегодня уже на первой карте, если не ошибаюсь. Да, и зашло так себя. По-моему, честным, да, но, может быть, тогда не раскликались еще у нас с Ройлой, возможно. Ну, там были интересные моменты, типа того же Астралов себя от ОД в центре, возможно, не раскликались, возможно, это подходящее слово. Ну, посмотрим, у них есть шансы справиться здесь и сейчас. Ну, там, смотри, Гринстрок, опять же, забанили нас с Ройлы, а Фнатики поняли, что Барблок тоже герой-то сильный, и лучше этого персонажа не отдавать. Ройлам и Шейкер, которого ты просил, прям помнишь, что на ФП я буду Шейкер. Я уверен, что он будет очень много где заезжать, то есть не только в нашей встрече с тобой, а, скорее всего, во всех параллельных тоже было бы неплохо его видеть. То есть просто нет ситуации, где у тебя Шейкер плохой герой. Он всегда может прийти, всегда может помочь, во все может успеть. То есть пока у него Аганим дает прыжок, именно прыжком, он будет заезжать и будет полезным. Ну, и вот, когда появляется Бэтрайдер, пока что непонятно, да, на какую позицию подвезет Шейкер. Скорее всего, по дефолту, да, четверочка будет Шейкерос там. Эти ребята и пятерка играют, то есть действительно они могут поставить его куда угодно. Наверное, все-таки более профитнее будет поставить Шейкера, например, там, ну, на четвертую позицию, там, бегать, акцент делать в мид, рул, какой-никой, почему бы и нет. Хотя, с другой стороны, тоже брав, как пятерочка тоже. Неплохой выбор будет здесь для ФНАТиков. Так, ладно, Бэтрайдер тоже, вот, мы обсуждали, заезжая частному банну, и вот в этой игре он будет. Инициация у ФНАТиков уже крутая. Во-первых, и врыв Шейкера, да, с сонным эхо-слэмом, и так далее. Это все так. Тут надо смотреть, на самом деле, что они дальше выйдут. Потому что ты можешь сетапить Шейкер оффлайнером, Бэтрайдер оффлайнером. Ты можешь сетапить Шейкер четверкой, Бэтрайдер вообще пятеркой. И вот слишком много гибкости в драфте приводит к тому, что вот сейчас догадаться, что они сделают, мы, скорее всего, не сможем. У рулов та же самая ситуация, что аппарат, скорее всего, конечно, в виде не поставишь, в этом нет смысла особого. Но на самом деле у тебя может быть четверка, может быть саппорта, может быть кэри. И вот отталкиваясь от этого, приходим к тому, что очень важно будет понять, во что команда пытается выйти за стадию банов. Ну там дело в том, что смотри, еще Оракл, пока что не в бане, как я вижу, да. И Оракл вообще может для руевого заехать, потому что под сейф должен быть этого сона, на самом деле, здесь, в этой игре. Омник уже забанили. Кто у нас есть? У нас есть Омник, у нас есть Легионка, Оракл и Абадон. Ну и еще в теории можно взять Shadow of the Demon, того же, который в астрале еще будет прятать, если что. Но опять же сложновато, но в теории это как бы не под хилочка, но под сейф какой-нибудь тоже астрал умеется, если что. Мне не очень нравится просто вайна, когда у тебя два саппорта, это аппарат и Shadow of the Demon. После них первая игра была проблемой с тем, что два саппорта плохо сочетались. У них во второй игре была проблема с тем, что вот именно между собой они старт игры закинули, просто потому что два саппорта между собой плохо сочетались. Если у тебя опять будет та же самая ситуевина, зачем это надо? То есть это три раза за одни и те же грабли. Ну там смотри, опять же, Оракла оставляют вроде как. Ну в теории, да, Оракла за счет, герой хороший, но это... Нет, Оракл ок, Оракл еще ладно. Но они все равно, смотри, получаются хиленькие, и аппарата можно очень легко выключить с игры. И того же Оракла, если быстренько напасть на него, там, под контроль как-то, все, до свидания Оракла и аппарата, такая же ситуация. Хотя опять же все зависит от позиции у Лонки, здесь будет у Ройлов. Ну ладно, интересно, как же будет бэтрайдер, все-таки контрить у нас, китайцы. Пока что непонятно до конца. Да, так, ну ладненько, там она сейчас у Ройлов будет бан последний, я даже, ну не серьезно. Оракл окей, возможно, неплохо будет выглядеть здесь, почему бы и нет. Но все равно, мне кажется, два хиленьких героя, до них добираться будет очень легко. Тот же Шейкер фиссурочкой вырвется, или бэтрайдер лассо прыгает и забирает его по фасту. И с аппаратом такая же ситуация. Да и линия с ВН плюс аппарат, как мы видели, не самая крутая. На самом-то деле, с Сайленсера вообще забанили. Сайленсера? Ничего себе. Кого вспомнили-то? Тед Хантер, может быть, какой-то появится здесь. Хотя Сайленсера... Не, невозможно забанить Сайленсера, потому что есть такая, типа, идея, что ты берешь бэтрайдера с Сайленсера, тянешь героя, а жмешь глобал, а героя не спасти никак, исходя вот из этого бывает. Этот герой появляется просто в Фнатике с Сайленсером под бэтрайдера. Я в это очень слабо верю. Да, согласен. Возможно. Невозможно, то есть так вот. Там в чате очень сильно уграли, то, что у меня слова уменьшительно ласкательные. Я за собой это раньше не замечал, но теперь буду сейчас пытаться фиксить это. На самом деле это смешно было. Я в чат не заходил, не читал? Не, не. Не до того время комментирования. Ну, это между матчами зашел Арну, так, ребят, если что, сейчас мы, сейчас я пофигшусь, постараюсь. Там уграли, по-моему, Еульчик, БКБшечка. Я так что-то зашел, так поорал. Абадон всякий заезжает, но вот он, ладно, добро. Ну, неплохо, на самом деле. Почему бы и нет. Видишь, не зря банили уменьшительно легионок. То есть, примерную эту идею ход мыса они угадали. Не, ну, я полностью согласен, но давай будем честным. Потому что, вот, сейчас в данной мете Абадон много лучше смотреть, чем легионка. Или тот же... Ну, с легионкой спорно, на самом деле. То есть, герои же тоже пропали, там, и у тебя дополнительно долетает второй спелл при выигранной дуэли. У тебя там Аганим хорошо все сейчас с ним работает. У тебя под легионку переработана дуэль в плане количества урона, который он дает. И суммарно, вроде как, даже хорошо. Это многие уже начинают брать, у многих начинает получаться. Поэтому я бы сказал, что не хуже Абадона. У них просто разные позиции. Абадон сейчас выступает с роли саппорта, а легионка, это у тебя керри, закрывающий большинство вражеских таких. Сольных героев, не дающихся предпушить и все прочее. Ну да, в этом плане я согласен полностью с тобой. Да, согласен. Но все равно, как-то вот именно, если брать просто сцену, в последнее время Абадон много чаще заезжает. И команды, наверное, опыта побольше на Абадончике, чем на той же легионке. Дай будем честными. Да, ну их можно понять. То есть ты приходишь и у тебя этот самый раз в 4,5 секунды залетает мисковое в лицо. И ты с этим вообще никаким героем ничего не можешь сделать. Оно просто есть. Да, это раз то, что, во-первых, у тебя очень сильно харассит, да. Во-вторых, то, что если вдруг не получается харассить своего кора, хорошо сейвит. Ну и в-третьих, то, что без проблем может сданаться и опять же с фулл ресурсами вернуться на линию. Тоже хороший вариант. Ну вот он, вот деревяшка заезжает, у нас тренд появляется для фнатиков. Ну и что думаешь? Ты прям вот топил за него, на самом деле. Я доволен. То есть опять же, я сам вот на тренте не особый игрок. Так вот оно не пошло. Знаешь, мне не очень нравится с ними играть, но при всем при этом вот постоянно сидишь, у тебя в паблике, что не игра, то тренд. У всех знакомых, которые мастера вот этих роуминг трендов спрашивают, они говорят, ты лучший герой патча и так далее. Поэтому я думаю, что эти ребята его как минимум потренировали. Не знаю, для чего они хотят его использовать и как с ним играть. И мне нравится. То есть опять же, его позиция, его опция, что у тебя теперь помимо лассо бэтрайдер появляется тренд, а об аддон все еще один. То есть им нужно будет снимать его тычку с леса, им нужно будет снимать его ультимет, им нужно будет снимать лассо. И это все прикрепляется с тем, что откуда ты можешь просто взлететь рандомные фиссуры, и ты вообще ничего не нажмешь. Да, а вот сейчас появляется Джекки Роз, и теперь я потерял нить мыслей. Кто есть кто здесь, может уже и аппарат Корр на самом деле, или Джекки Роз, какой-нибудь оффлейнер будет. Ну это, наверное, аппарат, все-таки мид какой-то пойдет, скорее всего, здесь. Тогда мои соболезнования не ему. Удачи и веселые игры. Будет очень тяжело играть, вот с тем, что они уже набрали. И ты знаешь, у меня один раз был момент в истории, где мой капитан сидел, добирал героев, кто говорит, так, секунду, а мы играем за Радион. Потому что он все время чертен. Подожди, что-то у меня долго доходило. Словил брейнлак тоже, да, и вот пол игры говорит, у нас все четко, у нас все отлично, замечательно. Потом такой, оп, сорян, guys. Так и тут. Я допускаю, что это будет Свен и Джекки Роз, как мейн-позиции какие-то, которые будут выступать здесь. Как дпэйсеры, как дмейдж-дилеры. Но в это очень плохо верится. Ну, в любом случае, кем бы... Я вот не понимаю сейчас, но Джекки Роз, наверное, будет все-таки пятерочкой, или потом пятерочкой. Ух, у меня все ломает сейчас в голове. Все, все просто плывет, да, да, да. Ты на это смотришь, просто не понимаешь. И это мажор. Роялам надо бы его выиграть. То есть было бы неплохо провести групповой этап так, чтобы они с него уехали сразу в Вейнера и все прочее. И они в игре, которая возможным будет для них решающей, ну или одной из решающих, делают вот это вот все. Ну, знаешь, бывает такой тоже момент, когда сам себя передумал. Вот такое тоже иногда происходит. То, что вот сидишь, думаешь, вот, а вот так вот, а вот так вот. Вот такой, понимаешь, просто необъяснимого героя по логике вещей. И наезжает теперь Джекки Роз. Я не ожидал. Джекки Роза Медузу забанили у нас Роялы. Ну ладно, посмотрим, какие у них планы есть. Я пока что вот по четырем героям, и Роялов, и Фанатиков, наверное, уже буду схватиться к Фанатикам в этой игре. Хотя, возможно, все поменяется сейчас на... Ну, у Фанатиков сейчас будет 21-й драфт у Роялов 22-й. То есть они будут иметь возможность закрыть то, что Фанатики себе добируют. Опять же, у нас ушла Медуза. По идее, открыт слот для Эмпи в легкую. То есть давай придумаем какого-то героя, который это все съедает, контрит и так далее. Кроме Лайфстилера. Потому что это, очевидно, самый подходящий герой здесь. Кого бы еще они могли взять? Да тот же ВК, на самом деле, опять же. Он же не Баня. Нет, не Баня. А не будет ли обидно, опять же, что у тебя четыре героя довольно темповых, и один вот этот вот, который будет бегать, ничего не делать? А все учатся на ошибках же, правильно? И в теории мы могли сейчас у нас там, на-ти, на перекурчике обсудить то, что... Да, да, и обсудили просто бахут антимага. Или Лайфстилер. Да, все-таки Лайфстилер заезжает. Это самый хороший, типа, подходящий персонаж, потому что он контрит здесь абсолютно все сразу. И как его убивать? И опять же, у тебя есть помба, четыре штуки теперь есть. То есть ты можешь и из леса выехать, и залететь, и впрыгнуть, и так далее. Ну и теперь нужно придумать героя в мид, которые стоят против Эмберспирита. Ну или там не в мид, а в флэн, куда-нибудь. В оставшиеся, куда они решили поставить своих воров, неважно. Непонятно, непонятно. На любую из трех линий найти героя, которые все это законтрит и победит. Ух. У меня такого нет в голове. То есть это либо, я не знаю, там это какой-то мипарь, который будет, Божилла этой игры за 20 минут выиграет. Либо будет. Но они взяли, ладно, забей. Да, сложно будет однозначно здесь. Ну, знаешь, если бы вместо Джакира, например, был бы какой-то другой персонаж, может быть, да, о чем-то поговорить стоило. Ну, это не так. То есть у тебя, во-первых, битрайдер оффлейнер, что для роялов, я думаю, не очень приятно, потому что я уверен, что ты не рассчитываешь, что это будет саппорт. А во-вторых, у них абадон оффлейнер, то есть третья позиция. И абадон с третьей, последний раз на моей памяти выиграл год 4 назад. Когда еще в мете был кор абадон, да, если не ошибаюсь? Ну, типа того, да, когда, знаешь, у него этот меч. Да, да, я понял. Бит Сайлентса был и так далее. То есть совсем древняя игра. Очевидно, где-то, наверное, раньше тоже появлялся что-то на верное дело. Я даже могу сейчас посмотреть, нагуглить этого парня. Но в любом случае, смотри, вдруг это какая-то заготовочка, которую мы не знаем. И вот достают свой пиковый туз они из подстала своего киберспортивного. И сейчас у нас будут показывать красивую доту. Но, конечно, слабо верится, будем честными. Но, опять же, давай не будем. Еще до игры, как говорится. Не будем их хранить. Очевидно, они уже показывали, что что-то они в доту... Просто про доту знают и как-то играть в нее умеют. Просто, опять же, если вот смотреть, убрать команду, убрать никнейм игроков, вообще убрать все, оставить просто голых героев, сказать, это Рейдент, это Дайер. Я бы сказал, что Дайер должны. Да, я полностью с тобой согласен, солидарен в этом плане. Но будем надеяться, что заготовочка все-таки. Или, в теории, как часто бывает, сами себя, ребятки, передумали. Такое тоже. Ну, Бадон-3 просто это совсем плохая идея. Его же сила в том, что он игроков-таки может сидеть, харасить тебя на линии, и потом в динайлс и вернулся, снова идешь харасишь. Ну, игры поддержки. Вроде команды, да, берут его, потому что от него в целом по игре ничего не нужно. А вот будет сейчас у тебя Бадон-3 депозиции. Что он такого форманет, что он такого сделает, как он себя поставит, чтобы это имело какой-то смысл. Ну, я не знаю, он к себе уходит на щиток. Смотри, флайд, я побежал на бот. Его вообще на легкую пока что управляют. Он хочет, да, попасть против Бэтрайдера. Но их настолько прочитали, что даже не чекая, где кто идет, уже отправился сайт в легкую свою линию. Ну, еще время есть, конечно, проинформировать, что дело вард поставил. Возможно, спалят здесь, на самом деле. То, что Бэтрайдер находится на топе, и я думаю, он будет еще время перетянуться. Было бы неплохо, если бы он действительно спалил. То есть я пока врубил их вижен, пытаюсь прочакать, но он не видит никого на карте. Ни он, ни его тиммейт, то есть там он прибегает, и Свен поставил барабан и начинает лупить по ним. Тоже неплохо. Ну, музыканты, что поделать. Душа просит музыку играть. Почему бы и нет, на самом деле. Ну, сложно, сложно уже. Сначала ужаснейшая пока что. Ну, как ужаснейшая, так вот. На первый взгляд, давай будем честными, критиковать, и да, легче. Тем более, когда смотришь со стороны. Там, наверное, заготовочка какая-то есть. Буду на это надеяться, по крайней мере. Определенно есть. Ты посмотри вообще, куда бы поставил свой вард тренд. Смысл от этого варда, вот оно нулевой. То есть это явно под что-то они выходят. Под что-то, да. А под что вопрос? Возможно, думают, что будут какие-то стаки делать в теории, да, для Свенчика. Может быть, так. Ну, из хорошего, что восклицал бы я перекликал своего оппонента на линии. То есть тренд не успел, не ударить, ничего не сделает. И поэтому по баунте уже 3-1 в пользу РНЖ. Ну да, неплохо. Согласен в этом плане. Флойба, видимо, ну... Ты не рвался кликать по рунам, если что. Так, ну, Миду интересно противостояние будет. УД против Рейбера. Да, и у нас, судя по всему, уже слаб пошел. То есть Свен, я вижу, бежит вниз, Абадон уходит куда-то с бота тоже в топ. Пешочком. Они действительно хотели поставить Абадон против Бэтрайбера. И действительно прочитали и не дали этого сделать. Рулем в том, что они приходят на линию, Но ты приходишь на линию Свен плюс аппарат, А тут репла. И вот это тоже. Знаешь, такие для тебя новости на троечку. Ну, 3-минус, наверное, если честно. Да, и возможно аппарат сейчас уже начнет получать, И вот он... Близко. Не-не, в ходе жизни ты понимаешь, Что что-то пошло не так, Когда тебе из лес прилетает 91 урона. Ты осознаешь, что вот... До этого ты что-то делал не так. Ты где-то ошибся. Ты где-то не там свернул. Ну да, я хуй сейчас понял, Но вроде пока что этот... Да, и ты вот такой сидишь, Ты вот все вроде понял, Ты все вроде обдумал, Желана смирился, И тут ты передает просто еще раз 91. Вот он, бобах. И ты такой, не-не, ребят. Вот что угодно, Но я ливаю из команды, И я ухожу. Потому что это никуда не денется, И вот они такое дабло, И с этим ничего не могут сделать. То есть он просто жмет, И просто вот он, все. А если можно забрать, Это будет, слушай, на самом деле, Это есть фиссурочка, И если бы еще трендал, Бан, неплохая. Есть танчик. Банды, И из замедления аппарат уже не вышел. ФБ, ФБ легчайшая. Ну, Манн, это вряд ли пробьют, Он вроде плотники, И мы хватит, там еще тангусики плюс. Ну, он явно здесь будет не очень хорошо фармить. Однозначно. Однозначно, он будет тут кошмарить. Ребятки, Джабсы, выходит, Ужи ничего не боится, слушай. Тычку сделал, ушел в леса обратно. Пошел на слесовик. Ну, нужно где прорубать, Наверное, будет здесь, скорее всего. Иван М вынужден притягиваться тоже. Так что треплой. Это уже более-менее логично. Ну, хотя, с другой стороны, Брали сделать это. Зачем стоять в флайбе здесь, На самом деле, Противо трейдера соляру? Один-один, я не понимаю, зачем. Непонятно. Зачем вообще было и брать Абадона, вот сейчас. Турлим, свернемся к этому вопросу, На третью позицию, Потому что можно было сделать его сападом. У них же был раздравц, Свой аппарат, Третьим был Абадон. Если не могли попробовать, Не делать его третьей позиции, Оставить его там четвертый, пятый. Он бы сейчас мог ходить и напрягать по линиям побольше, чем ездить. Там Миду, посмотри, Миду. Я вижу Миду, Я вижу перетяжку в топ этого тренда с фастиллером. Сразу много чего происходит. Там, да, перетягиваются. А, думаешь, Зетсубидор нет? Думаешь, потому что вроде... Ну, не знаю, Хасей, покойчивается. Должен будет. Ахуй здесь, что? Все, все спасается у нас. Хотя, на секунду показалось, Что вроде сейчас будут забирать, Но еще только Аббит третьего уровня здесь больновато. Да, у нас перетяжка пошла так же от ободона со Свеном. Все друг от друга перетягиваются, меняются. В общем, веселый... Третья вообще зашел за вышку. Ну да, веселая война, пока что у нас происходит. Ну, батарат правильно, почему бы и нет? Насобирал пачку реплов, Firefly подрубил, полетал, денежку пособирал, там... Это еще можно лес, при этом фармануть опять же. То есть, тебе в целом никто не мешает это делать. Идея неплохая. Вопрос только в том, Какие статы он будет с всего этого делать, И во что выйдет. То есть, как скоро он сможет команде помогать. Ну, верно, более-менее... Ну, тут же, знаешь, если план вот, например, такой был, То это вообще здорово. На плане, что Марк уже стоит. На топ, посмотри, на топ, на топ, на топ. Там Ахфу у нас цепляют. Сейчас Ахфу очень битые. Ахфу замерзает, Шекерос. Он им уже здесь задувает. Пока что Ахфу как жду, как он живет. Размен. Ух, ну, размен будет. Ну, ИМП, наверное, врядер будет. Тем более, он вкачал себе, если что, отхилочку. Ну и пока же спасает. Ну, у него рейдж будет состег, если прям все очень плохо будет. Какой-то молоток полетит. Ну, все равно, с аппортами разменялись. Более-менее, опять же, пошло. Ну, вот про Баттрайдер вернется, да, теми. Наверное, по дефолту будет собирать, там, ну, купите Боттл, само собой. И дальше Транкивио плюс Барбаны или Трэвелапа фасту. А там Меду нападает, ну, сейчас на Зетсу. Зетсу Астралиш пытается уйти. Ну, и уходит уже. Но Блядус, и Шекер его гоняет. Очень странно, что он так подсоялся, потому что он увидел, что пролетел Шекер с Телепорта. Обновить Боттл Эмберспирит. И, очевидно, если он прилетел, что ему эту фиссуру дать? Точно ее нажимет. Поэтому нужно быть поаккуратнее. Сейчас, кстати, подрегенится, потому что иначе будет еще одна, потом еще одна, потом еще одна. Да, ну все, Диджи понимает, что нужно уходить. И перетягиваются вроде на топ или нет? Нет, сделал вид, что он на топ и возвращается обратно. Слушай, не понимая, пока что Диджи идет. Ну, там стоит Вард, его сейчас увидят, будет понимать, что будет какое-то полнопадение в топе. Ну, тут драться, возможно, вот еще бы с Венчику Вархай на единичку взять бы, да? Ну, с чертом уровнем, было бы вообще замечательно, на самом деле. Ну, где же позиции? Ну, непонятно, смогут ли кого-то убить? Ну, Джекероса пингует сейчас, фиссурочка будет или нет. Не получается пока что, дай пошло 7, если что. Ну, фиссура не получается, Диджи просто флексит, залетает фиссурочка, конечно-таки, Илон М. Ну, спасается и, возможно, будет контратако, спасается для чего. Да, и Джабса можно забрать, тычка, ну, значит, Манта постараться, а Манн прячется, Илон М еле-еле живой пытается уйти, пошел себя, и там МП будет, у него вгрызаться до конца, лопается. Окей, разменялись, и там Джабса нужно еще один удар сделать, не один, еще один. И еще один, нету, Вижена не хватает, прячется. Что он вес? Ну, это нет, что просто. И тренд такой, ты потерялся. Красавчик у нас здесь. Джабс сейчас. Ну, веселая линия, замечается, однозначно. Да, по паунтирую нам давай смотреть, минимум. Минимум 2 уже, за фнатиками фиссура, четко, 3-1. Вернули должок. Да, забирают свои денежки кровные обратно себе, если что. Но, Диджи, забавно, когда файт начинался, как же он этой фиссурой трясто, да? Будто дискотека у него какая-то происходит, ну, забавно получилось. Мне еще нравится, как вырубил весь лес Свен, посмотри, просто вот эта вот здоровенная дыра в топе, и продолжает рубить, чтобы просто тренд не мог подойти. Ну, правильно, почему бы не подработать лесником заодно, а там у нас сейчас на Джабсон нет, не получится. Ну, вроде бы не ели. Ну, найти, выпить Шайны, вернуть просто на фулах. Да, почему бы нет, мы, Эмпи тоже биты, на самом деле, сейчас здесь. Так и Диджей тоже может быть, Санит, центр подойти, отбить. Не торопится. Да, у Шекера другие планы, тоже. Без него. Сейчас, кстати, Эмбер Спирит может закинуть, потому что уже новоровный, да, Утимейт. Ух, Санит, Игрид пошел, но фиссурочка залетает. А, хватит урона? Нет, не хватит. Хотя, слушай, Айсэс пролетает. А теперь Брайдер говорит, здорово, и просто дает лассоу даже без кайферфлая. Ну, разменялся, подожди, разменялся у Эмбера. Там вышка доработала. Да, но вот не рассчитал свои урона сейчас у нас тут, господин Эмбер Спирит. И Аббит умирает, у нас там на топе начинается файт. Подцепили уже аппаратом, ну и ответили убийством Трента. Опять же, разменяли своим саппортом, ребятки. Так что... Ну, разменя пока что идут более-менее адекватные, но в Миду забавная ситуация. Три героя стянулась на УД. Да, и получилось УД, конечно, не без помощи. Вышечки, но почему бы и нет, там еще и Шекера убили. Да, это уже хорошо. Я бы даже сказал, прекрасно. Ну, что все равно эти фраги нужны как воздух, то есть единственная опция, как он здесь может получать деньги. Потому что крипам его подпускают уже все меньше и меньше. И если он так будет участие, хотя бы мне дайте фраги делать, это позволит ему быть в строю. Ну, да, это... Стоян рубит деревья, но прошел вот этот кулдаун, появление новых дров, и когда он срывает одно дерево, уже тут же растет новое. Ну, да, но уже ему постараться, возможно, будет нападение, тогда есть семя неприятная, потому что все равно отлично залетает, закрывает манту, проход, а мне кажется, почему-то хватит, потому что есть хороший бодиблок, нужно еще тычку сделать, стану идеальный просто, отсвенечку по-твоему, контратака. Был бы хотя бы один ранжевой герой за этот троица, этого бы хватило. Шекер, кроме фиссуры, ничего не можете просто здесь сделать, и вот это главный косяк. Ну, вот, значит, на секунду было такое ощущение, что хватит урона, ну, ты, конечно, мастер просчитал все, и выбрался на самом-то деле. А в миду, что у нас получается, по нетворсам, две с половиной лэмбера, ну, ровненько остается уже, две с половиной, две с половиной. Лэмбер сейчас с ультимейтом, он может либо начать двигаться по карте, либо как минимум с плюс-1 дать больше урона, то есть, например, нападаешь на УД, он такой, типа, все, неожиданно, у тебя три ремонта, и там, 300 лишних урона, и ты вроде как уже себя чувствуешь на ура. Ну, превышал Кироса, просто в диджи с ней только была. Ну, любым героем, но вообще, конечно, хорошо играет сейчас с Эдсу, тем, что постоянно за счет варда доминирует по линии, потому что против милишника играет, постоянно его прячет, и, видишь, не может обидеть себя нормально чувствовать здесь, потому что у него все время неполное здоровье. Слушай, а там диджи, ты пошел же, смит? Выходит, сейчас будет фиссура, нет, не будет, опять не получилось. Воспалили, и вон там, тем более, чего она и перетягивается, и вижен дает по диджи, на диджи можно пасть, там АСС летает, пошел ОДЛ, ОСО, неприятник под файлфлайм, есть семя, астральчик еще есть, если что, можете поставить, а там ободонечку уже, контратака, можно на джапсона пасть, нужно еще пару тычек сделать, ну, вроде, в астральчик, ну, тут лопнет, джапсон, однозначно, вроде как, а дальше, пойдут ли, нет, вопрос, Плайблай заходит, слушай, нет, не заходит, так вот, показал себя, опачки, приветик, говорит, битый, на самом деле, у нас здесь, левел, левел маленький, да, малата, так, ну, слушай, мы вот ободону с тобой ходили по началу, ну, давай посмотрим, что она там, выходит, барабаны, у нас ободон дальше будет выходить, например, в плайме, нет, мы не то, что ободон, просто ситуация такая, что ты мог взять любого другого героя, и он был более полезен, чем ободон, то есть, скорее в этом претензии, ну, да, то есть, любой герой рабочий, любой герой может бы иметь свое место, на любой из линий, но, допустим, вот, ты берешь в оффлайне, там, условно, ободоны, или цем, но ободон лучше, вместо ободонки ты мог взять условно, вот, андарксир какого-то, и он был бы приятнее, так, сбивая телефон, у нас, джапс, диджей в таверну. Направляются у нас диджей отдыхать в таверну сейчас, ну, хорошо, вот ободончик, ну, мы с тобой не ободон, да, неправильно выразился, хотели, а выбор его в данной ситуации, по данный пик, это было странно, очень, вот, вот так вот, наверное, будет правильно сказать, тут он не очень, хрен, возможно, все-таки какая-то заготовочка, будем надеяться. Может быть, нет, посмотрим, то есть, просто пока, вот, у тебя есть герой, в который влито куча денег, там, сапа по линии, блин, топ-1, нетверс, все дела, сможет ли он в дальнейшем это реализовать? Здорово, честь и хвала ему, не сможет, ну, мы скажем, что мы были правы. Да, согласен, всегда можно перебутаться, что, у нас сейчас нападают на, 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 вообще, вот он, плевать, он просто дерется один против двоих, он бесстрашен, абсолютно, просто, чем барабашки на верность. Нападение, бойцы нападения, везде, все, все, там, виду, у нас есть, альбас. Хотя, хорошая фиссура, не успел вылететь, просто не успел вылететь, ему, вот, буквально, хватило, буквально, пары, там, тройки пикселей, он был бы уже за фиссурой, если бы не достал. Ну, да. Ну, если тут тоже не получилось, Сабадан, ничего сделать, его только озонили, и это позволяет ружим собрать. Слушай, что он творит, вообще просто, он такой бык, он вообще, никого не чувствует, дерется, дерется против всех, понимаешь, он дрался против Тренда, который сбускал семья, и против лайфстилера. Не самый сильный герой, так. Ну, все равно. Сейчас, честно, тебе скажу, имеется в виду, в плане убийства Баддона, который уже имеет левел. Ну, все равно страшно, такой прям, бычара. Честно, и флайба у нас сейчас в этой ситуации выходит в пайпушку, да. Это по кайфу, на самом деле, против этого пика, там, пока страшнейший. Я считаю, прям, не, не как на первой карте было Фнатикл, да, но все равно. Пайп, думаю, может решать, а что, на IP будет нападать, неужели? Нет, нет, нет. Это вряд ли получится здесь, он стал свой, куда, а без шоу. Штут от троих, сейчас причем проснется сразу в айспасе, и потом его отлопка подошли. Если не успеет Сэнклипс, на, лопается у нас здесь, господин. Лучше перебдеть, а то будет очень приятно столько сил и времени потратить и не забрать героя. Да, согласен. Ну, опять же, в любом случае, хорошее убийство, и уже не первый раз Реамид умирает здесь, в миду. Там у нас... Снизу интересно сейчас получилось, в том плане, что стал читать ТП Абаддон, Абаддон только говорит, окей, и нападает на аппарат, и Абаддон начинает менять свои телепорты, чтобы спасти друга. Ну, это хорошо получилось, на самом деле, в токе-то. Но опять же, оставляется у нас Абаддон один против двоих героев, ничего не боится. Персонаж, что там на топе, что заварушка какая-то будет или нет? Нет, не будет, показалось. Пинговали просто у нас здесь, ребятки. На файтов не будет. Так, что раз там у битрайдера вообще, какой он трава купил, слушай себе. Все-таки у нас АССССР будет максимально мобильный, залетает или нет? Пока что будет файлфлайн, может, остается, будет цеплять, есть бомбочка и лассо, а доволен он спрятан на самом деле сейчас в астральчике, я не понял. Наверное, не того, потому что... Чего-то него? Ничего бы не поменяло, кстати, забрали ее. Ой, там Абаддона зацепили, да, и вон им обрезают, смотри-ка. Да, да, через ультимайт доели, трэнтай, сейчас можно будет дальше ехать, может, через РМЛС пройдет джабс? Да, и что, хватит ли хп ему, я не знаю пока что, но... Ну, просто со временем хватит, нет же телепортов на сейв. Да, это смерть, минус три, слушай, фнатик это сейчас по всей карте, минус три нас забабахали, ну, красавчик, что сказать, там еще дабл демо, слушай, лежит-то, сейчас на боте можно... По поводу просто центральной вот этой драки, то есть концепция какая-то, ты либо прячешь эмбер спирита, ты доезжаешь хотя бы до вышки, там, может, какие-то телепорты-то будут, что если ты этого не делаешь, он просто через три ремта тебя все равно доберет. То он не дает дэмэджа в это время, и это позволяет тебе там ехать куда-то, или хотя бы лосо тратишь. Короче, это был хороший вариант, шансы были. Ну да, полный согласен. Смотри, смок, смок в топе. На топе, да. На шейкере выход, он там, как раз таки, уже левел 6 книжки получает. А если что-то, знаешь, неожиданно понимаешь, что у шейкера 1700 на руках. Ой-ой-ой, там уже дагр почти есть, ой, как же это высочно, слушай-то, для диджи, там буквально три минуты я бы вытащил, и он будет просто врываться, и... Я говорю, потому что сидишь, иди думаешь, что шейкер-шейкер. То есть пришел, один раз умер, второй раз умер, третий раз умер. Бах, у него 1700 на руках, уже 1800. Вот это я понимаю, шейкерос. Да, потеет парнишка, я знаю, здесь свои денежки получить на карте, на самом деле. Ну, молодец, в этом плане. У нас диджи здесь сейчас, ну, смотри, собирается она сейчас ройлой втроем, возможно, на батончик подбайти, да, и вышку, в теории, подзабрать. Ну, вроде здесь два героя есть. Я уверен, что получится. Опять же, у них есть шейкер, у них есть фиссуру положит, у них есть таран, который будет дерево, так, ну, фиссуру пошло. Да, я это лечу, хорошо. Ну, вот, а потом, как пробить вдвоем вообще, мне кажется, нереально пробить его здесь будет шейкеру и батарайзеру. Хотя, телепорт, слушай, есть, а ведь здесь, вот, забить на батону правильно. Нужно забрать, у нас будет здесь ахфу, еще его, наверное, подцепить, постараться. Нет, не будет, цепляй, ну, хотя бы одного забрали, почему бы и нет. Можно было подцепить, ну, минус один сделали, и вышку. Нет, сданали ли это, я не помню. Нет, не сданали. Нет, нет, я забрал бы, да. Да, все. Ну, и хуй появляется у нас сейчас у Файби, и шоу у нас там будет в Пайп выходить, да, дальше Пайп, все-таки, хотя, возможно, стойку печень поинтереснее себе вместо Пайпа, но, в принципе, можно. Смотри, ну, вообще, ему противников, он не боится никаких. Идет тупо бык, что сказать, чем можно, по этому поводу. Да, и вот диджей, все, смотри, есть денежка у него на даггере, если что, и сейчас будет врываться у нас диджей. Надо покупать, надо покупать, же, смоки у него уже есть с собой, просто выходить. По лайфстиллера делать фраги, выходить, по дендерспирта делать фраги, то есть у нас карта шайкера будет хватать. Там хаста, пацаны. Да, это приятно. Ой, как же это делать. Это приятно, но куда менее приятно, что у тебя есть даггер, ты шайкер, а твой тиммейт тащит себе, там, грейджнистики в топ. А, ну да, тоже полезная штука, на самом деле, стандартная, по-моему, ситуация, но, возможно, просто сейчас не планируется выхода от фнатиков, да? И даже курьер не... вот он, вот он, десять тысяч игрок, вот как они берутся. Ну, ошибочка небольшая произошла, возможно, какое-то недопонимание. Снизу сейчас будет возможность нахождение аппарата. А его нашли, всё. Хотя тут можно, есть уже... Есть довольно много героев, всё опасно, опять же, это подвышка, есть репорт... Но с другой стороны, посмотри, пожалуйста, спори, кто выходит, у нас выходит Абит и джи-джей. Сейчас подруну, в топ ищите эту аппарату, сейчас у него будет проблема. Надо куда-то взлетать и сваливать отсюда. Не попал, а что на боте у нас сейчас, на боте, там, пожалуйста, пошли корги. Ну, это только аппарат, мана-то можно подцепить, есть чинэфисты, есть фисточка, мана-то очень битые. Отлично, отлично, битые очень есть, даже эхо-сомис, жалея диджи-джей его, и мана-то очень больно, чтобы баром тыщик сделать, ещё постараться ему лопается. Ещё дим ударом, да? Шикарно получилось, опять же, минус 2, и важнейшее убийство сделали, опять же, свенчик подобрались в верну. Да, с одной стороны, умер Айсей Сайдс, это хорошо, но мана-то... Уже улетел, но решил, что стоит заработать денег для себя и для своей команды, отняв их у противника. Ну, а свенчик там... И сейчас можно вырваться будет в центре, под вард, но должны будут увидеть, что подлетает даггер для ОДМ. Да, и у него уже есть, ну, в принципе, да, тем более, без эхо-сойма, хотя с другой стороны сейчас прилетит сюда уже... Бэтрайдер у нас на тревелах врывается, окей, будет под С-Пласт, сейчас прямо из Астральчика хорошо полетела из Бласт... О-о-о-о, вот это Next Level Play Аббит просто перекликал. Верну — просто Сарск, то есть прочитал, где будет находиться Джекирос и просто сбил ему вот эту камбу. Ну ну, это реально Next Level Play сейчас был. У нас от Джекирос я сначала на эмоциях подумал, что это у нас сейчас Аббит, исполнил. 10к, а это был все-таки диджей в этой ситуации, очень громадная. Не хватило, он вышел просто Ну можно, ах, ах, фу, и мы можем подрезать Да, парад, до свидания, верно Тут урон старшин залетает, а в миду драка начинает Слушай, там залетает, он залетает, нападает у нас на ману На ману очень приятно, врага прижимает, лопается Секунду просто, эмбер полетел дальше, кого можно поспит, например, ОД Ну или хотя бы Лон-Мчика попробовать Но все-таки решили отойти Минус 2, опять же, с фнатиков 13-9 И вот знаешь, на прошлой карте мы с тобой Опять же наблюдали, например, такую ситуацию Потому что фнатики более-менее доминировали Но там были шансы, накиданы камбэки В плане спитры, да А тут, ну, Свен, да, круто А Абадон, который с Пайтом и барабашками Ну, я не знаю, честно Тот ли это герои для адекватного камбэка Не понимаю пока что еще, ну ладно Надеюсь, что у Роев есть план, который они придерживаются Как сказал, классик, и у нас Ну, теперь один забрать можно Хотя дефать ее можете, более диджей, если что, позиции 30 секунд ультимейте Он пока не может ворваться с капитального Так что, с разносом Максимум дать фиссуру и тотем Ну, суп, можно не дефать Все-таки отдают выше Они даже, видимо, будут не пытаться этого делать Больше, если вы хотите дефать И уже команда сюда подлетала Да, все, это Постоял, экспы, получил и ок То есть шекер тоже, что левел же важная вещь И фиссура за максить для дольше вестана И потом тотем Чтобы мы вообще не был кулдаун Ну да Не уменьшается, но вот это вот Дать поленом, дать гигантских тычек Тоже было приятно Да, почему бы я не согласен Полно с тобой Так что он самолет выходит в Мони И смотри-ка Ну да, в принципе Более-менее подавалту сейчас В этой мете Там еще куда-то шивусь отобрать Бывает иногда даже и дискорд берут На эмбера Смотрится хорошо Думаю, наверное, в этой ситуации Будет не очень качественно Хотя, в принципе, против аппарата Того же, да В то про джекера Если эмбер по дискордам врывается Это больно будет, на самом деле Это вообще тотальная беда Потому что там же магический урон Не только от Эмберспирит У тебя еще вылетает эмбитрайдер То есть у тебя шейкер Это куча героев, которые Под дискорд накидают Так, и лопают, сморость Опачки В этот раз уже все в позиции И эко-своем есть Самое важное эко-своем Есть рейтенс И есть рейтенс Это тоже очень важно Спасибо, я уже готов Ой-ой-ой Вот вы сейчас еще влезть В каунте эмбера ему И для Эмпи Это было вообще бомбезно Ну и так, ну, все Сейчас я должна начинать цеплять Ну, пока что не цепляюсь Пока что расходится Пока что расходится Подцепляйся, из Айса Подцепляйся, из Айса Подцепляйся, из Айса Да-да-да, есть Айс Из Айс, из Макропира Полетела неплохая Очень битая Айс, скорее всего, умрет Лопается в секунду Сантиклис пошел Эмбер влазит Айс, глаз, залетает неплохой Но вроде ничего интересного Айс, это неплохие чины Пока что пытается убежать Убегает очень быстренько Он проливается в Айпи Айс, что подать с глаз Там прячется в Джабсон Джабсон у нас в лесах Айс, кстати, выкупается Сейчас будет драться Опять же, Абит Как же много времени выиграл Сейчас есть по нему арбы Но хватает, хп Улетает, аренант Лопается А у нас здесь в итоге Абит, можно на Зетсу напасть Прячется пока что Востральщика Ипит, афловы, абсолютно Афловы Можно драться против манута Почему бы и нет Дерись, дерись Но там Абадончик перетягивается Лосо Ихасу, ипс, улетает Шикарный Просто, диджи Подлони залетает Лопается все-таки Свенчик Можно поди дальше Пособили Зетсу Зетсу пока что живой Еще, тем более Абадончик его спасает Ну, Зетсу живой Ладненько И под астами бегает Джабс Но его видит Можно дальше идти Ипп, есть что Может сейчас в Гриса Флайб Флайд цепляет Абадончик Абадончик без ультимейта Смотри-ка Без ультимейта Но вот уже Зетсу возвращается Сейчас можно будет ворваться Неплохая Фиссурочка Асп спасили Подлони шикарный Просто, айс, бла Залетает по амп Урэйч Успел прожать Но азбула все равно работает Можно идти дальше Можешь заметить Прыгает сюда Зетсу Есть тычка раз Тычка два Тычка три Нужна еще тычка по нему Пацаны, сделаете или не сделаете Не понимаю пока что Пытает спастись Прожимает стики Выживает пока что Как же долго он живет Как же долго Пошла фиссура Влетает Эмбер Но лопается В последнюю секунду Если получилось спасти Было бы просто шикарно А потом 5 секунд Ультимейта Нужно драться Замерз Слушай, Абед замерзает Нет, 46 секунд его не будет Еще есть джабс А сейчас подцепят У нас ребята Из Ройл Невергивап Их очень биты Джабс Залховался в лесах Хля, какой красавочка И отправляется на базу Ну неплохо Мне кажется, им нужно объяснить Эмпи, что его герои Вот он работает Атака куда-то в землю И просто с одной точки Героя всех убивает Потому что он слишком Много времени Просто что-то бегает Мансует Жми клавишу атаки Посмотри на дэмэдж Вон нет 4790 Это он еще АФК полтораки простоял Я даже хотел паузу поставить Потому что я в Корее Явно где-то не в этой игре был Вот тоже Добавил такое ощущение Что Эмпи просто полдураки Пробегал у меня Вот он мне бегал Он так и сделал Это не ощущение Он дупо стоял и смотрел У тебя там Чуть-битрайдер умер Выкупился, вернулся Опять умер Все что-то воюют А ты бегаешь, бегаешь, бегаешь А он, да Направо-налево Направо-налево Знаешь, как этот Парки развлечений Каких-то Аттракционов Вот эти вот есть Заранее Заготовленные машинки есть То же самое Ну или с другой стороны Может быть он фитоняшка И хотел лишний калорий убрать И вот Сегодня он, конечно Сделал много шагов Да Как и в случае с фитоняшками Смысла в этом не очень много Так Надо просто Просто жрать Вот Да, тоже верно Ну ладно Надеюсь, что у нас Эмпи получилось Сделать Но ему нужно В его ситуации Правильно, кстати Сказал Ему нужно Нет Не меньше Нужно больше жрать ему Если так подумать внимательно Потому что Так его герои работают Ты больше ешь И становишь сильнее Пока что Наверное Эмпи подумает На этой ситуации Но вот смотри Опять же Нужно возможно Нападать Да Через инфес бомбу Скорее всего Будет Здесь эмпи Попробовать Они Поставили вид Да Сейчас могут подняться Пока вот Планы поднимать Смогут его убить Ну а то Сихонным закидываешь Контротока Еще будет Есть Спас Макрапира Пострелилась Есть Плак Больно А есть Блаз Смотрите Все Продано Все были рядом Они могли просто Ворваться Это максимально Правильное слово Потому что Именно это и случилось Да Не доработали У нас здесь Сейчас Ребята И статик Ну в принципе Не страшно Тренд Как бы Это не Лайфстиллер Как говорится Как сказал Магед Денег много Не принес Учитывая что Суммарно Пофинансово Не проигрывают И поэтому Из-за камэк механики Ройлам Ты много За этого героя И не дали Ни экспы Ни денег Ничего Но общая ситуация Конечно Не самое Приятное Для афтонатиков И нужно Будет сейчас Где-то Засыпать Драку В которой Эмбер Не поставится Подизвей Шекер Наконец Наживет Ультимейт Больше Чем одного Героя И так далее Да Кнопочки Пока что Не очень Хорош Прожимают Но и вот Смотри На первой Карте Когда У нас был У Ройлов Там У Дэ Страдал Очень сильно Очень сильно Страдал У Дэ Не Свенчик Такая ситуация Была А вот В это Себя Эти два Персонажа Чувствуют Просто Замечательно И там У Свена Смотри Почти Есть БКБ Осталось Всего Лишь 500 Монет И он Уже Будет Ну Десять Секунд Бегать Файти И его Трогать Никто Не будет Практически Все Так А у нас Под Даггер Бэтайдер Слежьмется Смог И прыгает В Дэ Пытается Быстро Либо убить И справляются Сец Вот Отдает День Отдает Стрих Напасть На аппарат И там Обед Нажал Клавиш Правильно Прискипал И не попал Отзнать Начинами Не сбил Терепорт Он ошибается Здесь Ну хотя бы Самое главное Очень хорошо Сочувствует Карте Так А вот Сейчас Еще Буду Подцепить Тем более Уто не будет Тридц Секунд Если Зайти Вот Там Уже Джаст Побежал У нас Вы В В Кого Ты Найти Это Дается Утимей Троих Неплохо Слушаться Подцепили Аспс Макрапира Есть Неприятно Получается Что продано Еще раз Да Да Лопается Так Я хотел бы Твое внимание Обратить На Абадона Посмотри Что он себе Покупает Выглядит Как Радик Это Ок Радик Достаточно Хорош На любом Жирном Герой Ты даже Можешь Увидеть Допустим Декай Лимит Который Тоже Ну это Да Это Дальше Будущий Кор В теории Опять Теория Все так И вот Мы возвращаемся К начальному Разговору Помнишь Мы говорили Что Четыре года Были Такие Моменты Когда Абадон Заезжал На Копозицию И почему Вы сейчас Не понаблюдать Это будет Сенсация На самом деле Если Абадон Выиграет На Копозиции Игру А там У нас Наши Керос Пытаются Напасть Но Какой Реакшен Просто Ну там Вижен Кнопочку Прожал Хорошо Шекерал Здесь Да И смог Все еще Не разъявили На остальных Героях Я сейчас Снимаю Того же Бетрайтера Крям сейчас Рудуфан Дальше Тайс Пас А если Вижен Это будет Фраг Да Уху Уху Это я понимаю Мастер игры Да Это классно На самом деле Сейчас У нас Тайс Прожал Кнопочку Шустрый Гипот Цикл У нас Там Заходят Слушай Фнатик Это Чужой лес Но Абадон Не самая лучшая Цель Я думаю Он вполне Сможет прожить До телепорта Своих тиммейтов Если что Ну и задефы Тоже Повторяем Да У него даже не Это у нас Обрываться Он стоит И все И просто Зонит тебя Да Болонтос Сорудом Да Разберутся Никто Никого Решил В этот раз Не напрягать Не нападать Да Шикарно Просто Ну и сейчас Уже Четыре тысячи Есть у Господина Абадончика Ну это классно Уже Вот сейчас Что у нас Устали Как думали Наш 25 минута Но уже все Начинается Гейм 5x5 Здесь Ну и джалпс позиция Можно это будет Дать хорошие корни Если что Ну дагеря не хватает Для более-менее Адекватного Врыва Здесь А вот Как тебе вообще Аганим На Тренте На просцене Твое мнение Тебе нравится Это вроде нормально Да Вполне Не понятно Насколько Он прямо сейчас Вот нужен Но Если он Если с лишней Почему бы нет То есть он дает Довольно Хороший бонус Вы бы от них отказываться На полную согласен С тобой сейчас В этом плане Ну и Джабс просто Играет в лицах Сейчас Наш разведчик Партизан У нас Джабс получается Информейшн дает В лесу чужом Ну и пока что У нас в пятером бегают Ройлы Ничего пока что Интересного Здесь не намечается Опять же Хотя вот Топингуют на вышку Можете Или будет Ирдин забрать Но то вот На вышке Знаете в чем проблема У Ройла это Смотри Всегда есть тренд Если ты вышку До конца не забираешь Потом приходишь Опять стейфуловая И нужно прям стараться Именно наваливаться До конца Эта вышку Убивай Ну я понял Ты добивай до конца Ты хочешь Это то что Сейчас еще сколько-то Работать Просто чуть позже Когда уже леймер Будет слоты Когда будет шекер Любой такой выход Можно закончить с тем Что у тебя просто Герои забредут Бить эту вышку И в них залетит Куча всякого Разного урона Они будут вынуждены Отойти То есть даже Если ты захочешь Забрать Не сможешь Что-нибудь сделать Ну да Но сейчас по-само-собы Когда станет сильный И Лайфстиллер И Эмбернолс Да Эти два героя Это план Б Фнатиков Именно вот На случай Если вдруг что-то пошло Не так Просто затерпеть влейт Через тренда Да, но вот Я вот знаешь До конца не понимаю А как вот будет Выглядеть Абадон Выйти Я честно Не понимаю До конца Знаешь Понимаешь Как будет Лайфстиллер Тот же Эмбер Любой герой Но вот Абадон Я настолько-то не видел Но просто именно Берут какие-то полезные слоты Наверное Еще там Интересно Рэйдж прожмет Телепорт Забирать тупау Цвет Ему особо нечем Нам нечем Не думаем Диджи штуру Нашли Все Все убежали Да, хороший Спейс получается Вышку надо забирать Ну да, почему бы и нет Тем более Тир-1 стоит Крипы уже идут И он не способен Тем более 20 минут Остан очень больно Бьет А в теории Даже можно пойти Был через ГДС Тир-2 Подцепить Почему бы и нет Тяжеловато Опять сейчас Будет глиф Потянут время У них уже горит Центр Потихоньку топ Подтягиваются То есть ты В лучшем случае Меняешь 1 тавра на 2 Что уже для тебя Не очень хорошо К тому же есть шанс Спотенька стоит добрать Они просто Жмут еще один глиф Пролетают и дефт Тавр И ты Потеряв 2 Забираешь ничего Да, согласен Полонос Но пока что Не пушат У нас фнастики Не ходят в лесу противника И это опция Которая позволяет Так 2-таки забрать Ничего не делать Не выходить в разведку Что бояться У них есть Вижене У них есть понимание У них крипы Там ломают Переключаются Но там уже Тир-2 упала И сейчас в теории Могут подраться На сроилу Терепортироваться На мид Если что Паши телепорта А потом Первый сразу Раз у нас Вдвшник Десантник Вливается Ну и Отгоняет С видом Торопится Да, остальные Медленно Так вальяжно Ребятки Сейчас может быть Драка Потому что Свен нажал Ультимейт И у него Сейчас не будет И вот его находят И СБКБ Сейчас АССА с ним Летают Не ристули Потому что Думают Что потом Возможно Будет В спине Залетают На Вижен Противника Все И контролирует И может Отсюда Улетать Сваливать Да Почему бы Нет Хотя Сужда Джабса Поцепили Джабса Есть Танчик Ланэмай Спас Сейчас Постелит Пострелил Тычка Раз Тычка Два Ну и Джабс Поставил Корень Что будет Жить до конца А корни Он не такой Большой Но все равно Пытался Выжить На самом деле Сейчас Не хватило Хотя Сушпингут На дидже Это Сейчас Улетает Ты же Понимаешь Хотя Прилетела Из Блаз Краешком До свидания Ну хотя Божат Задач Да Ну смотри Дорошечка Да Получается С другой стороны Корот Начинается Есть Залетает Айс Покапировал Лицо Больно Ему Слушай Больновато Но вроде Пока что Спасается Там Еле Живой Но есть Неплохой Есть Что Пай Убивает Брос Секунду У нас Лайфстиллер Дальше Манет Есть Что Будет Драться Но Забрали У нас Влетает Эмпер Поступила Кфу Минус Два Саппорта Это Очень Классно На самом деле Саппортов Тиритаки Не будет И что Дальше У них Есть Байбеки Можно Попробовать Через Забайтить На дравку На Абадона Чтобы Ворвались Покупаются Два Героя Ты дерешься От того Что Уже Все Потрачено Главгерое Которое С ультимейта Заресторится До Фулов Да Но Там Еще Есть Если Что Эхо Суэм У Шекероса Надо Быть Просто Поаккуратнее Я Просто Вижу Проблемы Для Драке От Двух Кэрри Герои Невер Гевап Так У них Есть Байкабальшки Ты можешь Не Особо Напрягаясь Подставлять Абадона Если Даже Есть Оставим Прочее На твоих порах При хорошем Это будет Не работать Ух ты Видишь Что Сделал Какая Реакция Была Просто А башек Там Есть Как Вылететь Башек Башек Печально Он Планирует Его Сделать Аж После Керация Да Так Что Еще Будет Подождать Но Будущем Возможно Будет Башки Вылетать Как Мы Знаем Кто Покупает Дота Плюс Башки Вылетают И Тоже Чаще Возможно Есть Хорош Уровень У Лайфстилера Возможно Да и точно Опять же Будет Башки Чаще Чего Летать Ну И Выход Кераса Пошел У нас На Кераска Ну А Сережа Плотники Достаточно Смотри Опять же Зайлазит Вайсай Сайса А Там Есть Инвизик У него Если Что И Пингуют На Мита Там Наверно На Своенчика Не Стоит Нападать Что Там Врывает Слушай На Ху Там Есть А Тоси Пока Что Не Дремлет Красавчик Он Радака Из Макропира Полетела Там Вырзается Просто Погаде Сам И Дерется Против Биби Неприятно Слушай На Пол Стоп Пробили Как Больно Больно Ну И Мисс Работает Если Мисс Спас Да Если Б Мисс Этого Не Было Хорошая Смисс А Те 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 Радиенс Накидывает Если Б БКБ У Тебя Или С С С Бар 25 И Талант На 20 Важен Взят У На С С С С С С Достаточно Хорош Что На Это Количество Тычек Что На Выльти Ну Да В любом Случае Страшно Было Опасно Опасно Конечно Да Те Это Игра На Тоненького На Удачной Вероятности Все Прочее Потому Что Тебе Может Завести Десять Раз Подряд Будет Мисс Больше Не Может Не Север Ну Ли Файр Блаторн Можно Было Был бы Его Просто Забить Убить Вкус И так Далее Да Но Всего Этого Нет Поэтому Ну И плюс Есть Еще И У Д Который Бежит Ну Да Да Можно Засребить У любого Героя Куда Полетет У нас Абит Влетает На Батон Или Для Разминочки Тогда Ничего Не боится Но Время Тратится Довольно Часто Ну Вот Интересно Получается Наша Аналитика Получается Не самая Грамотная Была В плане Того Что Перед Игрой То Что Мы Не Нравилось На Еще Там Пиронигма Бкб Абит Силер Бакучи Раз Не Отпускали Это Все Просто Была Бо Другая Играет Все Совсем Подругому Стро Согласен Грубая Сказал Абадон Вот Он Есть Он Как Живет Че Это Вроде Даже Делает Но Ты Не Знаешь Как Точно Бо Героя Сейчас Смотри Это Машина Смерть Ты Можешь Ворваться Просто Потому Что Как Находится Настро Но Фанатике Вы Займает Просто Идеаль Неплохо В Тоже Можно Почему Б Нет Будет Ли Толкать И Я Чувствую Что Попакивает На самом Деле Там Еще Поставляется Шекерос Ну а Толку Довая Шекерос Обагон Чик Не Нравится Что Все Еще Он И Трентави И Ворды Им Ломает Именно Поэтому Они Решили Хотя Раз Что Нажать Вряд Ли Получится Сделать Тем более Команда Есть Что Близко Была Хотя Сейчас Такая Что Заходит В Визик Там Есть Синдерки Фисты Чем Сбивает Так Мпи Выходит Показал Свои Зубы Агрессивные Грызаются Вон Лободончика Ну не Зная Ультимей Развести Упробовать Теория Был Чуть Больше Рона То Всего Мирович Не Хватает Сейчас Будет Делать Наким Сферу В целом Могут Быть Тем Героем Который Врывается Пару Заклинаний Выбивает Ультабадон И Все Как бы Драки Уже Как Таковой Нет Снизу Будет Нападение На Написано Экалипт Шваргает Ой 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 Ну это Смерть Согласись Со мной Сейчас Можно Еще Подцепить А если Будет Контроль Нужно Пытаться До Конца Идти Ну он Шуст Максимально Что Там Еще Стоит Эмбер Как Шваргнул УД Прыгает УД Но Нет Эмбер Все Таким Реманть Улетает Там Огоним У него Есть Он Очень Быстро На Полкарта Заберет Вражескую Баунти Руну Долетает За 2 Ремонта С одной Баунти До другой Ну да Это Некстол Плей Реально Такой Имбанутый Хорош Света Слово Агонимчик Да Прям Имба Имба Да Я не спорю Так Полетела Спас Слушай Макроби Охохо Эмбер Поставляется Там же Хекс Как же сейчас Уз Хекс Решает Во-первых Хекс Брось Сначала На Лайф Стиль Рассушай Да На боте Подцепили Не получилось Там ничего Проходило И какая Что от Семеров Тоже Причем Подцепили Даже Больше За счет Того Что У тебя Джекирос Имеет Обилки Для того Чтобы Ловить Героев Ну это Реально Хорошо На самом Деле Такой Крутой Инициации Инициации О Реализации Хекса Да Нужно Еще Постараться Чтоб Такая Крутая Штучка Это Ну вроде Пока что Спокоится Можно Рош Почему бы Нет Рошан Стоит Сейчас Можно Его Будет Колотить Да Без Свена Но И без Свена Тоже Потому Что Уже З Цепол Неспособен Урон Даже Рошан Наносит Тем более Есть Абадон Которая Севит Своя Аркан Арбы Да Ну и Свен Уже Бежит Уже Ман В пути Ух Что У нас Фанатики Будут Сейчас Делать Будут Это Ягис Придумаешь Для кого Наверное Для Зет Я Я Был Уд Отдавал Пожар Ну Либо Для Свена Свена Тоже Плохо Зашло Для Уд Я Ему Добавал По Очевидно Причина Да Сейчас Немного Силен Сильнее Извиняюсь Неправильно Выразился Ну И все Разбегаются И опять Ройлы Ну Берут Фортуну Не Фортуну Игру Свою Лассо Так сказать Хотел особо Бэтрайдера У Фнатиков Но Пока что Ройлы На игру Контролируют Вроде как Вроде как На самом деле Все драки Которые ты видишь Они происходят На их половине То есть Каждый раз Идет Какое-то Полу Нападение Какая-то Полу Вылазка Стороны Фнатиков То есть Мы еще С тобой Ни раз Не видели Файт Формата Ройл Небрагива Бьют Вышку Т2 Т3 И Откидываются Фнатики Своими Обилками Своими Спылами В ситуации Где ты можешь Попробовать Напередать Фиссурова Баддона И кого-то Бэтрайдером Вытащить На хайграунд И так далее То есть Пока На своей половине Они молодцы Но посмотрим Так и они Молодцы Будут Чуть позже Ну да Ну знаешь Тоже Натальников Дарит Психологический Фактор То что Сейчас Секундочку Там пытается Подцепить Айсайсайса Есть Хексуля И тут Шикарный Брос Пострелить Пас Неприятно Но это умер Да Хорошо Подцепили Ну так вот Вернемся То что ты говорил Сейчас Возможно Играет Психологический фактор Как у нас Вроде Фнатика Перед матчем Были фаворитами Именно По Громкости Имени Да Имеется Ввиду Что-то не погромче Звучат Команда И возможно И даже Давиду Не думаешь Нужно Иперед Ни в коем случае Нельзя Показывать Слабость Хотя Я не знаю Какая Фнатика Наверное Посильнее Будет Хотя С другой стороны У Д Которые Как же Он больно Бьет Да Непонятно То есть Посильнее С одной С одной Стороны Да Потому что Д Очень Мощный Парень И он Может Перевернуть Даже Так Когда У тебя Будет Много Сотов У Ластилера Или У Эмбера Пошли Тер-2 Падает Тер-2 Пало И что Они Дальше Неужели Неужели Сейчас Слушай Эмбер Очень больно Эмбер Лопается В секунду Просто Выкупается Окей Бэйбер Пошли Дали Неплохие Корни У нас Свои Тренд Пальцепили У нас Сейчас На лассо Манет Ну Манету Вообще Плевать Абсолютно Потому что Очень Толстый Сейчас Можно Эмбер После Бэйбека Забрать Ну Пока Что Вроде Эхо Своем Хорош По-троним Эхо Есть Фисурочка Лето Я не пойму Сейчас Они Утого Еще Нет Возможно Невать Не будут Но Ситуация Очень Плачевная После Этой Победил В итоге В игру Ланэмон Просто Не хрустил Подать Техос Эмбер Спирит Он смог Поднять В Юлу Ронить Власо Дать Матас Ой А там Поцепили Суши На Хиксу Людя Очень Больно Шик А он После Бэйка Бэйк Да И тут Осталось Только Два Героя И пошли В Дрон Ройлы Что Вообще Происходит Что Происходит Это Нормально Скажи мне Пожалуйста Как Они Это Делают Сейчас Ройлы Вы Что Творите Ну И Фнатики Драться Не Могут Видно Пацаны Стоят Двоем И А С Не Можут Нужно Фесты Ченые Но Уж Тромпад Влетает БКБ Неплохо Влетает Под Бывает Окей Фу Еле Живой Лопается Тоже Хорошо Джекерс Выкупается Слушай А что Вообще Саббит Творит Он просто Пролетал Половину Героев Убил Ну У него Рефреш Он там Со всей Ремной Решил Ой Как же Больно Как же Больно Как же Больно Хекс Есть Фиссура Фиссуры Нету Все До свидания Аббит А он Сбайбеком Или нет Не пойму Сбайрит Кагэ Вау Ну Слушай Это Бомбезная Игра На завершение Да Так вот Сочненько Мне даже понравилась Идея От обеда То есть Если бы не было Игис Это наверное Даже сработало В том плане Что он взял Себе Рефрешер И в 10 Ремнентов Просто Пошел Разносить И Дамаж Дал просто Нереальное Количество Это круто Было Сейчас Очень круто Да Он накидал 6 тысяч урона За вот эту Драку Да Ну и Роя Получается У нас выходит На победителя Пары Сикрет Пейн Если не ошибаюсь Правильно Все же Я сейчас посмотрю Да И пока смотрю Отправлю всех В контакт В истории Контакта Потому что Проводится Конкурс На билеты На эпицент Там есть Какая-то Эксклюзивная Маска В контакте С хэштегом Эпицентр Джи Делайте историю Постите И Потом по этому Хэштегу Будет розыгрыш Абонемент То есть Я помню А пока я пошел Смотреть Ты уже запилил историю Потому что я видел Там с Майлухой Сегодня уже В виде крабика Походил Угу Я Буду Сейчас Только-только Мы стримчик закончим И сразу же Я пойду Само собой Историю пилить Ну по кайфу На самом деле Хочется Попробовать Приехать на эпицентр Посмотреть Но надеюсь Конечно выиграю Но у вас тоже Два шанса есть Правильно сказал То есть Сикрет и выиграли У Пейна в 2-0 Поэтому сейчас будет матч Где-то там На первом-втором канале Сикрет РНЖ А здесь будет По идее предложения Пейн против Фнатик Да Так что Далеко можете не уходить Там буквально Сбегать за чебупелями За чебупицами И возвращаться Само собой Обратно На дотку Если что Ребят Большое спасибо вам За то что были С нами сегодня на матче Ну а потом Инмейт будет принимать Еще одного Хорошего комментатора И будет дальше Смотреть Веселую дотку Сикрет А нет Тут будет у нас Фнатик против Пейна Да Фнатик против Пейна Да Так что Спасибо за внимание Всем И до скорых